Преступные группировки Улана до 70-х годов Банда Улановки, желтая сборка 70-х Его окружили на враждебной территории близ 20-й школы Это был район Чанкайши-2, самое логово заудинской группировки Часом ранней милиции разогнала его соратников и он оказался один И тогда он вынул из-за пазухи телогрейки обрез Но выстрел из далекого 1970-го так и не развеял тьму вопроса За что, братан, тьма вопроса Весна 1968-го Время надежд и тревог В Париже студенческие баррикады В Прагу входят танки Тибетлис выпускает белый альбом, который открывает бачкентусов А на окраиню с Равулану Д взрываются сразу две идеологические бомбы 1. Журнал Байкал публикует повесть Стругацких улитка на склоне 2. В свет выходит и новое издание плохих парней После тьмы подвалов и подъездов азиатам можно было не щуриться По определению Именно в 1968-м в турлагере в С Максимиха на Байкале я впервые увидел чанкайшистов Все хаббэд, экипированные в дивные брезентовые штаны Дружили в лагере с центровыми той же нации В 70-х они стали старшаками по обе стороны Однако чанки, именуясь по имени китайского генералиссимуса, размахивали японским флагом В головах старшеклассников царили сумерки троечников В Улан-Удэ вообще было темновато По сути, освещались лишь центральные улицы, прогресс до трамвайной пути, даже площадь Советов, по периметру, стоило шагнуть за желтый круг фонаря Как-то окунался в непредсказуемую тьму, и лишь по гортанным щелчкам Прием или СТ-63, можно было узнать своих Ощущение, что в такой же темноте блуждают исследователи молодежных группировок Улан-Удэ Кабинетные ученые, хоть и подчеркивают, что собран обширный эмпирический материал конца 1960-х, 1990-х годов Явно заблудились в сумерках стереотипов При этом в нулевых, когда проводились исследования, были живы участники разборок давних лет, способны обогатить эмпирический материал Вслед за историками нукообразные выдумки повторяют все эти молодые Авторы этих строк, не претендуя на охват темы в конце хха-ха века, предлагают свой взгляд на 70-е, эру становления и расцвета уличных команд столицы Бороср Чему был свидетелем? Это могут подтвердить авторитетные члены команд Чан Кайши или СТ-63 образца 70-х Борман, Карлсон, Окурок, Глух, Пижан, Гарик, Былдан, Зиба, Багидай, Батон, Жила, Бизон, Бритва, Сигары и ДР Здесь и далее только клички по просьбе ныне законопослушных граждан Другие, спившиеся, севшие, покалеченные, те, кого догнало эхо бурной молодости, уже не смогут подтвердить Налим, Бурят, штаны горят в сопровождении обидных жестов Через это унижение прошли и многие Улан-Удэнцы титульной нации, чье детство пришлось на 50-е и 60-е Даже элитный дом, заселенный бурятской номенклатурой, то есть Налимами, прозвали аквариумом В ответ мы кричали, русский, плюский, хотя лица были плюскими скорее у бурят Ответ тонул в хохоте Улан-Удэ в середине ха-ха века вступил в эру индустриализации Прибыло русское население Рабочий класс выражался лапидарно Услышанные на кухне повторяли и дети Но, начиная с конца 60-х, появление одезной Чан Кайши Мы заметили, что обидные прозвища ушли, их озвучка стала некорректной даже в славянской среде Уличные стаи были и раньше Я еще застал стихающую силу шмитовских, болтахиновских, домспецовских, жил в их дворе, партизанских, заудинских Кастеты, велосипедные цепи, финки, ремни с бляхами, наколки, это оттуда как эхо гулага В русле урбанизации криминогенной улицы с деревянными бараками херели В начале 60-х заудой началось масштабное строительство пятиэтажек хрущоб Первые местные черемушки компактно заселялись бурятами К концу 60-х выше старой зауды вырос район из четырех кварталов Чан Кайши 0, Чан Кайши 1, Чан Кайши 2 и Чан Кайши 3 Но, в отличие от аквариума, так их назвали сами жители, в основном выходцы из восточных бурят Хотя имя Чан Кайши на фоне культурной революции в КНР было вызовом в эпоху полуразвитого социализма Глава гомендановцев порвал с коммунистами и бежал с остатками войск НАО Тайвань, в Улан-Удэ тайванями стали называть точки сбора уличных команд, наряду с пятаками Это был протест против двойной морали старшего поколения бытового шовинизма Советский интернационализм был плакатным По словам оставшихся в живых старшаков, коим не менее 60-ти, основатели ЧКШ хотели сделать все азиатское привлекательным Так в 60-х в США черные пантеры сделали все черное красивым, стала модной восточная топонимика Даже настенные надписи оформлялись в стилистике иероглифов Чанки стремились подняться выше примитивной защиты территории, бросить своеобразный идейный посыл в социум, у генес Не случайно группировки впоследствии именовались на азиатско-индейский манер Хунхузы, Баргуты, Шашоны, Деловары, Гунны и тому подобное И щелчки языком заимствованы из арсенала кочевых племен по системе свой-чужой В итоге героем девичьих грез стал хулиган с характерным разрезом глаз Старшак Васса секс гружил с блондинкой и тому подобное Об идейности неформальной структуры заудой говорило то, что дешевые уголовки здесь брезговали Чанки не замечены в популярном уличном промысле, срыве шапок из ценного меха В группировке ввели табу, не трогать пожилых и семейных людей Члены бригады были заняты куда более важным Без отрыва от учебы воевали со сверстниками, чаще с чавами Обитателями рабочих окраин с преимущественно русским населением Однако чанки явились куда большими интернационалистами, чем поколение отцов, деливших блага на площади советов по признаку трайбализма Никто не смел вслух оскорбить иную нацию В бригаде было немало русских ребят Называю тех, кого знал лично Корова, Муле, Карлсон, Окурок Витя Окурок взял у меня эльфа Петрова, и до сих пор не вернул Надо съездить в Москву Они, как и друзья буряты, принадлежали к продвинутой группе середников Позднее середники подняли бунт против деградировавших старшаков Дошло до поножовщины Иерархия Чекаша, младшаки, или шпана, 13-15 лет Середники, школьники 16-17 лет и допризывная молодежь, старшаки, от 20 лет, стала образцом для подражания Отличие новой зауды, в отсутствии мазеров, выжаков блатного разлива, уркаганов старой брачной улановки В Чекаша все были равны перед демократией кулака Поначалу тут даже образовали правительство, министр обороны, культура и так далее Без портфелей, но с флагом Они не хотели быть тривиальными хулиганами Последняя из головы Темная улица Улан-Удэ породили мифы и домыслы Например, что желтая сборка группировок 70-х густо замешана на политике, отношениях СССР и КНР Ученая братва приводит цифры Но за цифрами не видно человека Впору оттепели затянулись раны Великой Отечественной Люди стали покупать холодильники, телевизоры, пластинки, журналы мод и даже автомашины Не случайно среди создателей уличных команд много детей бурятской интеллигенции Они читали книги и слушали битлов Человек больше не желал быть ни налимом, ни мангутом А желал ходить на танцы и в кино Новый кинотеатр «Прогресс» превратился в место встреч влюбленных и Сходки пал предов авторитетных группировок Гойко Митич, последний из Голывар Впервые Деловары появились на экране в 1967 году в фильме «Чингачгук» Большой змеи производства киностудии Дефа, ГДР С кино и связаны живучие понятия городской ментальности, перекочевавшие с 70-х в эру интернета, Голывары Этимологию слова Голывар выяснить не удалось, пишут в научных трудах Зато прозвище до сих пор рождает обидные комменты в жизни и сети Недавно прочел и вовсе экзотичную версию «Голывары» от головы Ленина Хотя это самоназвание я услышал за год до открытия памятника Однажды не вытерпел и написал об этимологии Голывара, на что получил снисходительный коммент, улыбнула Хоть бы спросил у блатных Блатные тут не помогут, мальчик мой На рубеже 60-х-70-х популярностью пользовались не только кинокомедии Гайдая На экране прогресса скакали сыновья Большой Медведицы, Ацеола, Чингачгук, Большой Змей, Вождь Белое Перо, последний из магикана и прочие краснокожие воины киностудии Дефа Мужественные герои Гойка Метича стали кумирами и сел Бурятия, куда доезжали кинопередвижки Любовь к собратьям индейцам была особенно горячей в Национальной Республике Ката-мастер гортанных щелчков Мой одноклассник и член ЛСТ-63 жила со смехом сообщил, что в городе появились геловары Была проведена устрашающая акция Пленных допрашивали на задах прогресса Со слов паренка, прикладывавшего снег к губе, выяснилось, геловары это индейское племя Мы вежливо предположили, что речь идет о деловарх из книг F.Cupera Ага, еще Чингачгук из них, кивнул геловар Ему отвесили дружеского пинка и раскурили с последним из геловар трубку мира Стало ясно, деревенские парни книг не читали, а название индейского племени восприняли на слух Деловары с экрана, где крутились заезженные кинокопии, звучали как геловары, или головары Это кучка сельской молодежи, приехавшая на учебу в город Под прессингом центровых была рассеяна в год структурирования Другой миф о кличе – Угенес Некоторые переводят его как «Смерти нет» Так вот, в кличе Угенес Важно ключевое слово «ГЫ» – нет Второй слог от английского «ЕС» – «АН» соединительное «Рок-н-ролл» – «Кэш-эн-кэр» Также считает доктор исторических наук «К.Б.Метупов» И мой одноклассник «ЛГН-ЕС» Выкрик одиночки подхватывали хором Нет и да В этом страстном отрицании совкового конформизма и был месседж Как черно-белое отражение двойных стандартов тех лет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok